Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о 14 главе Евангелия от Матфея. 14 глава открывается рассказом о гибели Иоанна Крестителя и, собственно, частично, по крайней мере, о самом Крестителе. Но надо заметить, что поскольку Иоанн Креститель был человеком в народе Божьем очень хорошо известным, оставившим ему очень заметный след, собственно, здесь Евангелист обходится без подробностей. Ну, к тому же еще напомним, что в начале Евангелия он еще рассказывает об Иоанне Крестителе, он здесь появляется как человек уже известный. И вот Евангелист рассказывает нам о том, что Ирод, который услышал об Иисусе, перепугался и сказал, что это, наверное, воскресший из мертвых Иоанн Креститель. Ну вот, потому что сам Иоанн Креститель был Иродом убит при, с одной стороны, трагических, с другой стороны, в общем, совершенно позорных для Ирода обстоятельствах. Надо сказать, что Матфей, как, кстати, и другие евангелисты, тоже немало не смущаются царственным положением Ирода и называют вещи своими именами. И вот он говорит о том, что Креститель обличал Ирода за нарушение заповедей, за то, что тот взял жену Филиппа, брата своего. Причем надо заметить, что, конечно, такого рода вещи были запрещены и законом, и устной Торой. Но когда это делали правители, на это нередко смотрели, в общем, сквозь пальцы. Но и Иоанн Креститель, и очень многие его последователи, ученики, ученики Христовы и евангелист, в общем, с этим не согласны. Они не согласны с тем, что необходимость выполнять заповеди может быть относительной в зависимости от властного положения или социального, общественного положения человека. Ну, в общем, не об этом, конечно, речь. А речь идет о том, что Ирод все-таки побоялся убить Иоанна Крестителя, потому что боялся, что это может вызвать публичные возмущения. Люди считают его за пророка, поэтому он его там посадил в своей крепости в тюрьму, в подвале, и там он в темнице сидел. И вот во время пьянки по поводу дня рождения Ирода, дочь Радиады, когда Ирод воодушевился ее танцем, потребовал головы Анны Крестителя на блюде. И вот опечалился царь, но ради клятвы возлежащих с ним. Может быть, это в первую очередь то, что важно было увидеть читателю Евангелия. И, может быть, важнее было для самого евангелиста, что вот с одной стороны человеческая жизнь, а вот с другой стороны вот такая бравада царя ради клятвы возлежащих с ним. Такое, я бы сказал, брутальное поведение, попытка изобразить из себя мачо, когда мужик сказал, мужик сделал. Так пытается вести себя Ирод. И мы видим, как вот эта его бравада, довольно нелепая, в конце концов, на весах перевешивает человеческую жизнь. И вот это чудовищно, это чудовищно, это совершенно комичную ситуацию превращает в подлинную трагедию. Трагедию, понимаете? И я бы сказал, что это очень поучительно для читателей, особенно мужского пола. Как вот однажды Господь говорит через пророка Исаию, Вавилонского, второго Исаию, он говорит о том, что, обращаясь к Вавилонинам, к язычникам, говорит, вы делаете вид, что вы прям такие мужчинские мужчины, да, брутальные. Ну, хорошо, докажите, что вы мужчины, говорит Бог. Осознайте свои заблуждения и исправьте их. Это, на самом деле, просто переворачивает с ног на голову наше представление о маскулинности. С точки зрения Бога, маскулинность, свойства мужчины, обязанность, ответственность мужчины в этой жизни, видеть реальность, видеть самих себя, свою жизнь в правде, осознавать свои заблуждения и иметь мужество их исправлять, а вовсе не заехать пяткой в глаз первому попавшемуся. И вот здесь, собственно говоря, повторяю, евангелист хочет, чтобы читатели увидели разницу между пустой, нелепой, бессмысленной бравадой Ирода перед возлежащими с ним и человеческой жизнью, как ценность, значимость которой вообще несопоставимо выше. Понимаете, это, на самом деле, очень серьезная вещь. Кроме того, для евангелиста, конечно, это поворотный момент в том, что можно было бы назвать сюжетом, в том, как он выстраивает событийную канву своего повествования, потому что до этого в Израиле действовал, даже иногда в последнее время свидетельствуя из подвала, из темницы, Иоанн Креститель, который свидетельствовал о том, что Царство Божие приблизилось, и о том, что вот Агнец Божий. Креститель убит, и остается Иисус один. Остается Иисус один. И для него самого, как рассказывает нам об этом евангелист, это тоже важный рубежный момент. Он говорит, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. В пустынное место один. Потому что, вероятно, в самом деле это поворотный момент. Дальше что-то будет идти по-другому. Дальше, собственно говоря, все то, что происходило вокруг них двоих, Крестителя и Иисуса, теперь вся эта враждебность официоза будет направлена на одного Иисуса. Это, по крайней мере, то, что лежит на поверхности. Потому что, конечно, мы можем предположить, что не это одно занимало молитву Иисуса в этом пустынном месте. Но строить гипотезы, в общем, было бы, конечно, нецеломудрено. Дальше евангелист рассказывает, что люди-то, которые все равно нуждались в Иисусе, они все вели и вели больных, бесноватых, несчастных, и сами шли, чтобы его услышать. Вот они идут за ним пешком, хотя Иисус отплыл куда-то на лодке. И Господь исцеляет их больных. А дальше в этот вот контекст, как и другие евангелисты, Матфей помещает рассказ о насыщении пяти тысяч пятью хлебами. Когда людей оказывается очень много, место пустынное, потому что туда Иисус и плыл на лодке, подальше от людей для того, чтобы побыть одному. И вот в этом пустынном месте люди оказываются без еды. Во-первых, обратим внимание на то, что Иисусу это небезразлично. Он думает о том, а что будет с этими людьми, как другие евангелисты говорят, накормлю их, чтобы они не ослабили в дороге. Это, вообще говоря, очень поучительная вещь, потому что часто нам совсем это не свойственно, задумываться о том, что будет, каково на тех или иных наших событиях участникам, есть ли у них на это все силы. Господь Иисус говорит ученикам, есть ли у вас здесь какая-нибудь еда. Они дают им пять хлебов, две рыбы. Тоже очень известный рассказ. Все евангелисты рассказывают об этом. И, конечно, это в первую очередь прообраз Таинства Евхаристии, прообраз Тайной вечери. И Господь в этот момент велит народу возлечь на траву, принимает эту пищу. И, как и другие евангелисты, Матфей рассказывает, «возрел на небо, благословил и преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу». И, в общем, это описание того, как преломляется хлеб в любой иудейской семье того времени, особенно, если это большая семья, в дни благодарности, в день субботы или Пасхи. Тот, кто возглавляет эту трапезу, поднимает хлеб, берет его в руки, смотрит на небо, благословляет и преломляет, дает ученикам. Вот для евангелиста очень важно, что Иисус не просто какие-то, знаете, волшебные слова снипснапснуры, пуры базилеры произносит, и там совершается чудо. Судя по тому, как рассказывает об этом Матфей, да, кстати, и другие евангелисты тоже, моментом совершения, тем, что действительно совершают это чудо, является вот это благословение, благодарность, благодарность, которую возносит Иисус Отцу, и преломление хлеба. И это действительно такая центральная для учеников Иисуса вещь. Они, может быть, еще только через некоторое время на Тайной Вечере до конца это поймут, но вот этот образ хлеба, который дает Иисус, хлеба, который меняется, с которым что-то происходит в его благодарности, когда от лица всех этих тысяч собравшихся людей Иисус возносит благодарность Отцу, вот это ключевой момент, действительно очень важный. Как и другие евангелисты, сразу после этого Матфей помещает рассказ о усмирении бури, но выглядит он у него несколько иначе, с очень и очень важными деталями. Евангелист Матфей говорит о том, что Иисус отпустил народ после того, как он накормил их, поднялся на гору помолиться наедине, ученики уплыли, буря, противный ветер, лодку било волнами, и вот они в этот момент, очень опасный, пугающий, трудный момент, видят Иисуса, идущего по морю к ним. И мало того, что шторм, мало того, что лодка вот-вот разобьется, так еще что-то вот такое идет по волнам. Они испугались и закричали от страха, думая, что это призрак. Так рассказывает нам об этом евангелист Матфей. И вот Господь заговорил с ними и сказал это я, не бойтесь. Другие евангелисты, в общем, завершают на этом рассказ об усмирении и буре, а Матфей обращает внимание читателя на еще одну чрезвычайно важную вещь, потрясающую, знаете, может быть, самое точное в Новом Завете, да и вообще в Библии, описание того, что значит вера, что такое вера. Смотрите, Петр, услышав Христа, говорит ему в ответ, ну хорошо, если это действительно ты, и действительно ты идешь по водам, да, повели мне прийти к тебе по воде. Ему важно убедиться, ему важно услышать ответ, ему важно получить некоторый опыт того, что он видит в Иисусе Христе. И вообще, я бы сказал, что поразительно для современного читателя, как Петр дерзает задавать Иисусу подобные вопросы. Нам кажется, что он недостаточно благоговеен, но Иисус смотрит на это по-другому. И когда Петр ему говорит, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Кстати, обратите внимание, как точно выражается Петр. Он не говорит, разреши мне, или там, сделай так, чтобы я смог прийти к тебе по воде. Он говорит, прикажи, прикажи, потому что вот такие вещи возможны только по воле Иисуса, и никак по-другому невозможны. И вот Господь говорит ему, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде. В отличие от Иисуса, который воплощатившийся Сын Божий, Бог и человек, Петр человек такой же, как мы с вами. И точно так же весит. И тем не менее, по воле Иисуса, по повелению Иисуса, он идет по воде. Если в какой-то момент он отводит взгляд от Христа, начинает смотреть под ноги, понимает, что происходит, и начинает тонуть. И дальше Господь за руку его вытягивает из этой пучины. Понимаете, вот на самом деле вера – это то, что здесь нарисовано евангелистам. Искать возможности поступать по воле Божьей, повели, чтобы я пришел к тебе по воде. И пока ты смотришь на Иисуса, ты идешь по воде. Совершенно для этого непригодному основанию. Но идешь, как только ты отводишь взгляд на кошмары жизни, которые, правда, существуют, ты начинаешь тонуть. И вот это, мне кажется, чрезвычайно важное добавление к рассказу об усмирении бури в Евангелии от Матфея, которое прямо вот надо знать близко к тексту. И когда вместе с Петром Иисус входит в лодку, бывшие в лодке кланяются и ему говорят «Истинно, ты Сын Божий». Вот это своего рода аналог исповедания при Кесарии Филипповой, когда не только Петр, но и все ученики исповедуют Христа Сыном Божьим. Почему? Потому что за него держась, на него глядя, Петр, такой же человек, как все эти ученики, смог идти по воде. Сын Божьим. Сын Божьим. Сын Божьим. Сын Божьим. Сын Божьим. Продолжение следует...